Приветствую вас! Надо сказать, что совершенно бесполезно ждать, если вы ничего не делаете. То есть, если вы, вот, вообще ничего не предпринимаете, вообще ничего не делаете, то ждать абсолютно не имеет смысла, потому что, как бы, ваша жена, она не захочет к вам вернуться вот так вот просто вдруг. А у нее такого желания не случится, к сожалению. Вот. Это первое. Второе. Если вы хотите ее вернуть, да, если вы действительно, ну, хотите ее вернуть, то, наверное, стоит подумать о том, что конкретно вы делали не так раньше, что конкретно вы делали не так, что конкретно вам, значит, видео с чем-то негативным, потому что вот вы пишете, да, что, значит, полгода назад была ситуация, где я ее очень сильно обидел. Вот чем, почему вы ее обидели? А вы ничего не раскрываете о всем. За эти полгода были еще всякие мелочи, и сказали, что, может быть, не может этого произойти в месяц, я пытался, но все бесполезно. Что именно вы пытались, тоже не понятно. Знаете? Вернуть вашу жену мощно, например, написав амортизационное письмо, а ей, ей написав амортизационное письмо, в интернете почитайте там, то есть, а вот, как бы, значит, но опять же нужно, чтобы вы скорректировали, чтобы вы скорректировали свое поведение, чтобы вы увидели, чем вы ее обидели и так далее. Знаете, обида не может убить чувства на самом деле, если они были, если они были. Другое дело, если их изначально не было, или если чувства как-то вот фальсифицировались, да, Артем, то в таком случае, конечно, ситуация будет складываться совсем по-другому. Вот. Начать нужно с того, чтобы максимально во всем, во всем и со всем согласиться со своей женой, если вы ее любите, и сделать все для того, чтобы сейчас, на данный момент, сделать ее счастливой. Еще раз повторю. Вот. Это то, что вы можете сделать. И далее демонстрировать ей свои перемены и Артем. То есть, работать над собой, демонстрировать ей изменения, но не для нее, а для себя. И если у нее есть чувства, она обязательно вернется к вам. Вот, в принципе, такой можно дать вам ответ. Здесь необходимо разобраться в том, любите ли вы ее или нет в беседе с вами. Вот. Здесь необходимо выяснить, чем вы ее обидели, что вообще произошло, чем были продиктованы мелочи. Здесь необходимо выяснить ее реакцию, ее психотип, ее психологический портрет, чтобы лучше было понимать, что вам нужно делать. И вот, собственно, после этих моментов, я полагаю, что будет более-менее уже ясно, в какую сторону вас двигаться. Еще раз повторяю. Если чувства были, если чувства были, то они эти чувства идут, что никуда не могли. Ну, вот, просто, знаете, как вот. Ну, внезапно, да. Взяли, внезапно исчезли. Нет. Нет. Такого не может быть. Это я вам совершенно... Совершенно точно я вам это говорю. Вот. Не может быть абсолютно легко. Вот. Если чувства у девушки к вам были, то они эти чувства, соответственно, никуда и не денутся, да. А если их не было, то, соответственно, вот. Поэтому переживать вам совсем уж сильно я не рекомендую, да. Вот. Еще ничего, ничего, как бы, не потеряно. Вот. Все. В принципе, можно исправить. Все можно поправить. Ну, было бы желание. Вот. А, значит, главное, чтобы вы поняли, вот, собственно, причину, причину, по которой она... А, значит, ну, что именно ее обидела. Вот. Что именно ее обидела. Это вот то, что вам нужно понять. Вот. И нужно понять, значит, как вы эту ситуацию допустили. То есть, почему вы, при вот том условии, что любите ее, да, а почему вы, соответственно, допустили такое, что вы ее обидели. Значит, если вы ее обидели, значит, у вас были какие-то для этого препятствия, да. То есть, ну, очевидно, что, значит, что-то было не так. Какие-то, значит, ну, ситуации какие-то случились у вас в вашей жизни, что это промотивировало вас ее обижать. Вот. Со всем этим нужно разобраться. То есть, спокойно, без обвинений в себя, да, и так далее. То есть, спокойненько, спокойненько во всем, во всем нужно разобраться. Вот. И разобравшись, я полагаю, что вы, вам будет понятно, куда, собственно, двигаться, потому что это работа, в первую очередь, над собой. Это работа, в первую очередь, над собой, вам предстоит. Вот. Ну, в противном случае, если ничего, если не работает, да, то, значит, даже если она вернется к вам, то есть, если предположить, что она к вам вернется, если предположить, что, ну, ну, что ей захочется вернуться к вам, вот, то, собственно, проблемы, которые у вас, как бы, изначально были, да, они, ну, повторятся, соответственно. Вот. И в следующий раз вам вернуть ее будет уже гораздо тяжелее. Второй раз. Вот. Бумайте, обращайтесь к вашим услугам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.